Дубна Дубна, пожалуй, самая знаменитая деревня в Уровенской области на Украине. Сюда неоднократно приезжали польские короли и российские императоры, украинские гетманы и австрийские цесари. Им восхищались Онарь Дебальзак и Адам Ницкевич, Ярослав Гашек и Тадюшка Стюшка. Древний замок в Дубна стал частью истории нескольких народов. Многие века ни одно крупное событие на территории Восточной Европы не обходило стороной замок в Дубна. За пять веков дубинский замок-крепость ни разу не был взят приступом, благодаря чему удалось удерживать эту с виду неказистую крепость. Глубокий ров, деревянный мост, невысокий корпус въездных ворот. Ни неприступны скалы, ни донжоны. Две каменные башенки на выступающих концах бастионов выглядят изящным украшением. Хотя для жителей Дубна война была будничным делом, только в 17 веке город выдержал стуасад. Важную роль сыграло расположение замка, в низине, на берегу реки Иквы, где топки и болота затрудняли штурм не хуже скал. Тяжелой артиллерии было просто невозможно доставить к стенам замка, а легкие пушки не могли разрушить толстые стены крепости. Замок был построен на месте древнего укрепления в 1492 году Константином Ивановичем Острожским. В начале 17 века замок перестроил Януш Острожский в стиле позднего Ренессанса. Поздней замком владели Заславские, Сангушки, Любомирские. Двор замка небольшой, 300 на 100 метров. Здесь расположены три двухэтажных корпуса и дворцы князей Острожских и Любомирских. Гарнизон крепости, 300 пеших и 300 конных защитников располагался в подземных казематах. Скользкие каменные ступеньки круто спускаются вниз к длинным коридорам с низкими потолками. Дневный свет едва попадает сюда сквозь узкие бойницы. Это настоящий лоберинт из нескольких ярусов, соединяющий крепость с городом, Костелом и Синагогой.